На территории колонии пресечены массовые беспорядки. Сотрудники УФСИН провели учения. Сначала осужденные ворвались в здание, где проходило совещание, а потом захватили заложников и устроили погромы на улице. С бунтарями несколько часов велись переговоры. Таким образом, силовики отработали психологические и воспитательные методы ведения переговоров с зачинщиками беспорядков. Навыки, которые сотрудники получают при обучении, они могут пригодиться им в служебной деятельности, при совершении любого противоправного действия спецконтингентом в отношении сотрудников или других лиц мирного населения. Известный архангельский журналист Валентин Пролетарский стал почетным гражданином Архангельской области. Сегодня решение об этом приняли депутаты областного собрания на очередной сессии. Валентин Николаевич внес большой вклад в развитие региональной журналистики в дело сохранения и пропаганды русского литературного языка и формирования речевой грамотности у северян. Серьезную дискуссию среди депутатов вызвала тема прожиточного минимума. По новому законопроекту в 2017 году для пенсионеров он составит 10 817 рублей. Это на 357 рублей меньше, чем в текущем. Связано это с изменениями в федеральной методике расчетов. Тем не менее, поправка губернатора к законопроекту предусматривает компенсацию этих потерь. Пенсионеры, которые получают меры социальной поддержки в виде социальной доплаты к пенсии, в следующем году не пострадают. Потому что вводится такая поправка, что если материальное обеспечение пенсионера на 31 декабря было 11 173, то и в следующем году пенсию они будут получать в этом размере. Для этого, правда, необходимо изыскать в областном бюджете еще 73 миллиона рублей и просить федерацию о дополнительном софинансировании в размере 218 миллионов. Депутаты приняли законопроект сразу в двух чтениях. О других темах сессии мы расскажем в вечернем выпуске «Автографа дня» в 19 часов 20 минут. Вместе с первыми холодами в столице Поморья на зимний режим работы перешло и предприятие «Аркомхоз», отвечающее за содержание дорог. Прежде всего, особое внимание уделено мостам областного центра. С сегодняшнего дня количество спецтехники на дорогах будет увеличиваться. Сегодня начались первые заморозки, сегодня мы уже подсыпали мосты и местами подсыпали дороги города Архангельска. Техника готова практически 100% к зиме, песко-соляная смесь заготовлена в достаточном объеме. То есть ждем снега, ждем морозов. То есть предприятие уже готово к хладам? Да, предприятие готово полностью. Всего в автопарке предприятие 90 спецмашин. В пиковые дни, когда идут обильные снегопады, к уборке подключаются фирмы-подрядчики. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении директора Красноборского детдома Елены Артемьевой. Напомним, летом этого года воспитанники под руководством инструктора по труду Алексея Белякова отправились в лес заготавливать веники. С разрешения взрослого ребята побежали купаться, но двое мальчиков 11 и 14 лет утонули. По версии следствия, собраны достаточные доказательства для обвинения в преступной халатности, поэтому дело директора Красноборского детского дома вернули на доследование. До 1 декабря всем жителям Архангельской области необходимо заплатить три вида налога – на имущество, земельный и транспортный. Все почтовые уведомления должны поступить от налоговой инспекции до 18 ноября, а тем, кто зарегистрирован в личном кабинете, извещения придут там. В этом году при уплате налогов появилось несколько новшеств. В этом году уведомления единые. Если у граждан имеется имущество, земля и транспорт в различных субъектах Российской Федерации, то все они будут указаны в едином уведомлении. Подробнее на эту тему в вечернем выпуске «Автографа дня» в 19 часов 20 минут. Администрация Архангельска ждет предложения от жителей города, как привести в порядок набережную Северной Двины. В областном центре существует архитектурная концепция благоустройства и оформления главной достопримечательности столицы Поморья. Предполагается условно разделить набережную на несколько зон – мемориально-историческую, спортивно-развлекательную и общественную, а также зону при речного отдыха. Каждый горожанин может внести свои предложения в администрацию Архангельска по электронной почте. Архангельский водник в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги первую игру на своем поле проведет 16 ноября. Все матчи начнутся в вечернее время. Во сколько именно предлагается определить самим болельщикам? Голосование проходит в официальной группе «Желто-зеленых» в социальной сети ВКонтакте. Своё мнение можно высказать до 9 утра 31 октября. Хотите стройную фигуру без изнурительных тренировок? Укрепить здоровье и отдохнуть? Фитнес для женщин. Клуб «Разминка». Ломоносова, 154. И о погоде. Сейчас в Архангельске пасмурно. В течение дня небольшой снег. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха – минус 1. Программа «Сейчас в регионе» в эфире «Каждый час». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин